Всем привет! С вами Фотограф Супер Героев и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы посмотрим вот такую вот фигурку. Кстати, это первая фигурка Рок Кэнди. Это кто же Фанка, если вы не знали. Это первая фигурка из серии Рок Кэнди на моем канале. Мне на самом деле очень понравилась эта серия. Она очень крутая. Здесь у нас только женские персонажи, что жаль. И ко мне едет еще одна фигурка Рок Кэнди. Так что это не первая и не последняя. Точнее, это первая, но не последняя фигурка Рок Кэнди на моем канале. Здесь у нас Мистик. Это эксклюзив для Мару Коллектор Корпс. Эту фигурку вы могли видеть в видео с покупки с Комик-Коном. Обязательно посмотрите это видео, если вы его не смотрели. Ссылочку оставлю в описании, потому что там, ну, бомбезный ролик. Он очень крутой. Вам обязательно понравится. В общем, давайте сначала посмотрим коробочку. Здесь у нас сама Мистик. Эта коробочка была по Людям Икс от Мару Коллектор Корпс. Но этой коробочки у меня нет, потому что я начал собирать коробочки Фанка совсем недавно. Ну, как недавно, с апреля месяца, где-то так. С апреля, по-моему, да, начал собирать коробочки Фанк. Понял, что это офигенно круто. И начал собирать. Здесь у нас, кстати, классный Мистик. Очень красивый. Мне очень нравится как оформленная коробочка. Она очень крутая. Сзади у нас, как вы видите, в этой серии лишь Мистик. То есть, это одна серия и одна фигурка. Это у нас Мистик. Потому что это все-таки эксклюзив. Но, на самом деле, множество фигурок Рок Кэнди еще есть. И женских персонажей. Есть и женщины Халк, и Капитан Марвел. И Чудо-женщина. То есть, много всего крутого. Вот сейчас прикреплю на экране. Можете посмотреть. Действительно, годные фигурки. Они мне очень нравятся. С этой стороны у нас, видите, здесь X-Men. Сама Мистик. И логотип Людей Икс. И вот так выглядит сама коробочка. Давайте... Это, кстати, виниловая. Видите? Винил коллектабл. То есть, это тоже виниловая фигурка. Здесь у нас 14+. И, в принципе, больше нечего здесь показывать. Ну, понятно, здесь Мару Коллект Корпс. Это все понятно. Давайте откроем эту фигурку и посмотрим. Кстати, вы видели, как она открывается? Очень необычно. Мне это, кстати, нравится. Так. Достанем ее. Итак, у нее здесь еще есть подставочка, конечно же. Потому что, по-моему, у всех фигурок Рок Кэнди есть подставка, если не ошибаюсь. Только она как будто использованная. Что, конечно же, не радует. Давайте попробуем поставить ее. Боже, как все скрипит. Почему так? Фанка. Вы меня пугаете. Так. Вот я и поставил нашу мистик. Она очень клево выглядит. Она мне очень-очень нравится. Сейчас я приближу и посмотрим ее поближе. Итак, давайте посмотрим на нее поближе. Она выглядит очень классно. И дефектов покраски почти нет. Ну, где-то какие-то точки. Но это вообще не важно. Это не видно. И сама фигурка очень классная. Можете посмотреть на ее волосы. Они у нас бордового цвета. Такого вишневого цвета. Здесь у нас, кстати, череп такой. Я не знаю, почему здесь череп. Как вообще мистик связан с черепом. Если вы об этом... Если вы знаете об этом что-то, то пишите обязательно в комментариях. Потому что мне всегда интересно. И у нее еще здесь есть какие-то черепа. Непонятно. Если честно, я не понимаю, в чем связь между мистик и этими черепами. Напишите обязательно в комментариях, если вы об этом знаете. Здесь у нее вот такой вот черный пистолет. Ну, тоже классный. Конечно, не такой детализированный, как вся сама фигурка. Но все же тоже здоровский. Кстати, вот здесь видите точка. Вот о чем я и говорил. Вот эти точки. Вот они раздражают. Сзади она выглядит вот так классно. Это, конечно же, башкотряс. То есть, наверное, все, не важно какая серия. Ну, конечно, кроме плюшевых игрушек и кроме дорпс. Все, что марвеловское. И все, что по Звездным Войнам. Все эксклюзивно. Это башкотряса. То есть, по DC не башкотряса. Какие-то фигурки по фильмам тоже не башкотряса. Только Марвел и Звездные Войны. И это очень здорово. Вот так она выглядит. Сейчас я вам покажу ее ниже. Но можете еще раз посмотреть на нее. Она очень классная. У нее лицо очень крутое. Можете посмотреть. Как будто прям в душу смотрит. У нее желтые глаза. Классные брови сделаны. Губки накрашены. И вообще сама фигурка. Сама стилизация очень крутая. Если вам тоже нравится. То напишите об этом в комментариях. И ставьте обязательно лайки. В общем, вот так выглядит мистик. Давайте посмотрим на нее пониже. Вот так у нас выглядит нижняя часть фигурки. Она у нас в сапогах белых. И понятно, она сама по себе синяя. Вот эта точка. Я ее, конечно, сейчас попробую как-то убрать. Но, скорее всего, сейчас я посмотрю. Она, к сожалению, никоим образом не стирается. Что очень жаль. Но ничего страшного. Вроде бы как не видно. И я, кстати, не знаю, держать эти именно Rock Candy фигурки в коробочках. Или же их оставить как бы вот в таком вот виде. То есть раскрытыми с подставочкой и так далее. Кстати, напишите об этом в комментариях. Как вы думаете, как круче будет смотреться на полочке. Потому что мне кажется, все-таки без коробки будет смотреться покруче. В общем, вот так выглядит фигурка снизу. И можете взглянуть на нее еще раз полностью. А на этом у меня все. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте комментарии. Пишите свои пожелания. И напишите, нравится ли вам эта серия под названием Rock Candy. Если что, это тоже от Фанка. Еще раз повторяюсь, если кто-то вдруг не знает. И обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте. По желанию можете подписаться на мой Инстаграм. Там тоже много всего интересного. Я тоже там делаю посты. Конечно, реже, чем в группе. Но все же там тоже присутствуют посты. Но я вас не принуждаю. Это если вы хотите. Но в группе обязательно реально подпишитесь. Потому что там много всего интересного. Вот серьезно. Там новости крутые. И там информация о моих видео. О моих, может быть, конкурсах. Это маленький намек. Вот. Так что обязательно подписывайтесь. Буду всем рад. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока. С вами был Фотограф Супергерой. Пока-пока.